привет мои хорошие у нас уже добрый день у нас наверно уже час дня конечно же это не мой первый чай но тем не менее с хорошим вас днем с позитивным обожаю обожаю это чай это хибиску с вот этой голубой линии лили не голубая лили она называется blue butterfly голубые бабочки на английском мы все таки готовим сегодня картошечку так как у меня сегодня день рождения я не планирую ничего готовить мы едим вчерашние я для себя приготовила суп муж забрал вчерашний вчерашние овощи и чапатни ну я она хочет моей фирменной картошки кому интересно заходите на мой канал другая индия здесь картошка лук чесночок вот сейчас еще посыплю приправой перри перри это вот не готовая приправа это я купила из магазина органик то здесь вот перемеленные орешки здесь вот сухой чеснок сухой лук и смесь перцев ну то есть это такая полезная приправа это я просто вот в такую вот готовую пересыпала бутылочку раньше я покупала в магазинах но там говорят добавляют всякую ерунду вредную поэтому я пришла на на вот такую и еще сверху посыплю сыром моцарелла получается очень вкусно то есть моцарелла же она как как растает потом на картошке получается вот картошка как пицца прав прямо вот тянется очень вкусная картошка я для себя если честно никогда не готовлю но это ярочки вы когда она хочет для нее готовлю обязательно это кстати сковородка уже очень такая старая я привозила ее еще украины мама мне дарила сковородку в то время здесь таких вот хороших керамических еще не было и мне хотелось вот привезти керамическую посуду тогда вот с украины но сейчас уже здесь появилась очень хорошая классная дорогая качественная посуда поэтому конечно же теперь с украины я ничего не везу и принципе я конечно давно уже не была в украине поэтому вот таким образом сейчас все это посыпаем я уже посолила по вкусу и вот таким образом засыпаем сыром сыра прямо вот не жалко чтобы чем больше тем лучше конечно сыром всегда вкусный вот так вот и просто накрываем крышкой не надо уже ничего жарить это просто сам сам сыр расплавится очень была удивлена вчерашним видео вчерашним негативом комментарии все продолжаются и продолжаются я показала то что я убираюсь в доме то что у меня сейчас на данный момент нет помощницы я сказала видео о том что мне трудно то что мне жарко и это почему-то возмутило людей не знаю почему почему полилось вот столько негатива на мою я ну тоже очень много негатива то что они ничего не делает то что вот она принцесса комната грязная если я захожу к ней в комнату снимаю видео что я захожу в комнату и говорю допустим я на застели постель или поубирай своих шкафах в том видео тоже был шквал просто эмоции у ребенка нет никакой личной территории ты жизни не даешь ты задолбала если я не захожу в комнату ребенку ничего не говорю делать или вот в данном случае как у нее с ногой проблемы пишут вставай все равно ползи подумаешь там у тебя нога подвернута у нас обе переломаны и мы все равно делаем ничего не делаешь да тебе на тебе надо пахать на тебе надо тебе надо огород садить почему у тебя земля до сих пор пустует я уже 300 раз вам объясняла девочки что эта земля не для того чтобы я садила там картошку эта земля у нас для того чтобы потом продать ее за выгодную цену то есть сейчас мы просто-напросто купили эту землю и она растет в цене эта земля не для того чтобы я кормила обезьяны потому что вот здесь рядом где вот у нас ферма там есть два-три огромных дерева и там обезьяны сидят 24 часа в сутки ну и зачем мне садить там картошку лук какие-то помидоры огурцы для того чтобы обезьяны приходили и все это объедали сейчас вы мне напишите опять что на на тени сетку на тени забор от коров можно натянуть сделать забор ну сетку натягивать это нужно такая серьезная сетка то есть это должна быть какая-то стальная сетка зачем я буду тратить столько денег потом поплю сама я на на этой территории не буду я работать я не буду работать на огороде милые мои явно работалось на огородах уже с детства вот так не хватило испортила себе спину до сих пор она у меня болит и никак я ее не могу вылечить только вот делаю упражнения становится лучше только где-то я что-то бросаю или что-то вот как-то даже вот какая-то работа по дому тоже вот связанная с и когда я долго вот наклоняюсь допустим не начинает опять болеть спина и для чего же я должна работать на этой земле если огурцы помидоры у нас стоят здесь просто копейки это надо нанимать человека который будет мне это все садить и так же сама вот сад посади посади деревья для кого их посадить человек который купит эту землю он потом просто эти деревья все выкорчует потому что он будет там строить свой дом для кого садить эти деревья это же не просто какой-то сад будет здесь цветущий человек если купит этот участок он естественно будет садить он естественно будет строить дом поэтому смысла здесь нет ничего делать и упавший забор соседа это не мой забор это соседа забор если он его не мешает то что у него вывернуто все наизнанку то что заходят туда коровы собаки и так далее зачем же я должна об этом беспокоиться вот когда я начну там что-то делать тогда да тогда придется уже разговаривать с ним и убирать этот забор а так принципе земля это она по документам только наши возделывать я ее не собираюсь поэтому человек который купит пусть и разбирается со своими соседями а сейчас данный момент у меня этот сосед он получается через мой участок поэтому делать я там ничего не собираюсь я если честно была очень удивлена сколько у людей негатива в каждом видео какой-то человек находит повод просто вот меня обосрать я не знаю зачем я уже обезьян я хуже собак я хуже коров я должна абсолютно всем то есть если ко мне подошел какой-то бомж я обязательно нужно вывернуть весь свой кошелек и отдать ему деньги если подошла какая-то попрошайка я должна ему все отдать накормить напоить если подошла корова я должна тоже еду всю отдать из дома себе ничего не оставить потому что ну как же корова пришла обезьян я тоже должна кормить котиков собачка собачек тоже я должна всех кормить то есть я должна кормить и жалеть абсолютно всем всем подавать всем все раздавать а кто пожалеет меня скажите мне пожалуйста если даже вы мои родные зрители не жалеете меня и пишите мне такой негатив то я не знаю тогда кто меня пожалеет я просто была удивлена вот этим шквалом негатива вы не понимаете жизни в индии и никогда не поймете пока вы здесь не проживете поверьте мне дорогие мои я уже не раз рассказывала в своих видео о том какой стиль жизни здесь но вы до сих пор не понимаете что здесь помощницы стоят достаточно недорого и каждая каждая индианка она имеет помощниц и не одну и не две а три и четыре допустим вот я вам скажу вот соседний наш дом где вот дом дяди у них ну минимум наверно пять помощниц они сами не гладят это делает помощница у них на целый день помощница приходит уже с 6 часов утра в дом она вытирает стол и она моет им всю кухню потому что же потом они делают вот этот бог это то что они для богов для своих готовят и кухня газ должна быть вот идеально чисто то есть если я здесь вот что-то приготовила после этого нужно сначала все это помыть а потом готовить уже еду то есть помощница есть для посуды помощница есть на кухне есть повар у них готовит повар даже есть помощница которая стирает вещи у них машинка полуавтоматную они сами не стирают то есть помощница стирает каждый день вещи как я уже сказала есть для для полом, есть для посуды, да, еще одна помощница есть для ребенка, который живет вот в последнем доме, брат, он самый младший во всей нашей семье, поэтому у них вот ребенок родился только год назад, это вот самый маленький ребенок вообще в нашей семье, у нее есть уже один, ему уже 8 лет, и для второго она наняла помощницу, была помощница и для первого ребенка. Современные индианки, они ничего не хотят делать, они не хотят следить даже за своими детьми, они считают, что мы должны иметь какое-то время для себя, они хотят, чтобы даже бутылочки для детей, вот эти вот, чистили, мыли, вываривали, переодевали их детей, чтобы их нянчили, пока она отдыхает, пока она спит, но это ее проблема, у нее есть деньги, у ее мужа есть деньги, то есть он может позволить себе обеспечить свою жену так, чтобы она ничего не делала, и завидовать здесь нечему, я никогда не скажу, что вот, а почему это у них там 10 домработниц, почему она сама не делает, или, допустим, почему она не следит за своим ребенком, это нормально, здесь это нормально, зависит только вот от финансового состояния, то есть здесь считается так, если у людей есть деньги, то есть помощницы есть однозначно у всех здесь, одна, две, две это вот как минимум, две это как минимум в каждом доме, но если есть деньги, конечно, если муж хорошо зарабатывает, индианки здесь, они вообще не работают, то есть индианки здесь сидят дома, и даже своих домашних обязанностей они не хотят выполнять, они считают, что если муж прилично зарабатывает, то мы можем позволить себе еще 2-3 человека нанять, которые будут делать, это за нас, в соседних домах, вот тоже наши все родственники, минимум 3 помощницы, то есть в каждом абсолютном доме, вы думаете, вот брат, который живет, Рожеша, средний, у них тоже 3 помощницы, дальше вот в нашем большом доме, там тоже 4 помощницы, но у этих, конечно, вот больше всего, ну у них есть деньги, есть возможность, допустим, делать это, такое воспитание дают здесь девочкам, своим детям, вы знаете, я уже, наверное, не раз рассказывала на своем канале, в одном из видео, но, наверное, мало кто видел, я один раз пришла в гости к одной семье Бангали, Бангали, они вообще всегда очень образованные, они хорошо знают английский, они очень изначально, то есть вот когда появляются в семье дети, они концентрируют их внимание только на учебе, и вот в очередной раз, когда мы пришли к ним в гости, обычно я набрала у нее какие-то вот там заметки, если что-то переписать, вот она, по-моему, училась в одном классе с моей Яночкой, и ее дочь взяла тряпку и начала что-то там вытирать стол, ну просто так, знаете, как вот игралась, ее мать на нее просто вот рыкнула, она рыкнула на нее на своем Бангальском, я, конечно, не поняла, что она сказала, но я поняла то, что вот она сказала ей, что перестань вытирать стол, не нужно тебе это делать, я еще ей тогда сказала, что это же хорошо, когда девочка вытирает столы, это же, в принципе, это хорошая работа, она научится и дальше будет вам помогать по дому, пыль, допустим, вытирать, она сказала, ты что, зачем, зачем мне здесь, чтобы моя дочь вытирала пыль, этого не будет, у меня для этого есть помощницы, моя дочь будет учиться, и дальше у нее будет высшее образование, и, скорее всего, она будет работать, потому что Бангали, вот они обычно, они, у них у всех, вот буквально у каждого, они имеют высшее образование, и она ей сказала, положи эту тряпку, тебе не нужно ничего вытирать, и вообще больше не притрагивайся к этой тряпке, у нас есть помощница, и она будет это делать, поэтому здесь, в Индии, изначально девочки получают такое образование, такое воспитание, что им не нужно ничего делать по дому, то есть их воспитывают как принцесс, им дают высшее образование, даже с учетом того, что девочка дальше как бы не работает, поэтому не осуждайте люди, не осуждайте вы жизни той страны, в которой, допустим, мы сейчас живем, мы здесь тоже живем уже больше 20 лет, Яна моя родилась здесь, и она, естественно, чувствует себя индианкой, и она будет жить как индианка, а то, что вы там работаете на пятерых работах, то, что вы имеете пятерых детей, и работаете по дому, и успеваете пять раз в день готовить, и моете полы, и моете посуду, и стираете, и убираете, и пять огородов еще обрабатываете, и мужа ублажаете. Девочки, я вас за это не осуждаю, если вам нравится это делать, или у вас есть какая-то нужда, но мы сами выбираем себе жизнь, мы сами выбираем себе жизнь, и мы решаем так, как нам жить, и поверьте мне, когда я была в Украине, и я все это делала, но здесь у меня есть возможность оказать себе личную помощь, до сих пор я справляюсь с работой, у меня только одна единственная помощница, не 10 и не 5, но если мне нужно будет, я найму еще и еще, и поверьте мне, будут работать здесь люди, и будут делать все за меня, и это мои деньги, и я не понимаю, почему вы хотите меня за это обсуждать, почему вы считаете мои деньги, почему вы считаете мое здоровье, если я хочу сохранить свое время для того, чтобы, допустим, сделать для вас видео какое-то интересное, это тоже моя работа, я не сижу на месте, и это отнимает у меня время, и для того, чтобы мне концентрироваться на своей работе, мне нужно для себя время, и я нахожу его с помощью моей помощницы, потому что мы нанимаем помощниц для того, чтобы у нас было больше времени, не понимаю, не понимаю, для чего осуждать, для чего писать вот эти негативные комментарии, хорошие мои, я сейчас вот зажгу вот этот лавровый лист с кампуром, и уйдет весь негатив, понимаете, и мне будет легче, а ваш негатив, он останется у вас, поэтому я не вижу, абсолютно не вижу никакого смысла писать мне дальше вот эти комментарии, осуждать и злиться, вы злитесь сами на себя, вы злитесь на то, что вы не можете себе позволить, допустим, отдохнуть, я все, я все понимаю, разные ситуации бывают в доме, в семьях, но в этом я не виновата, и вымещать на мне зло вы не можете и не будете, а кроме того, девочки мои хорошие, то, что вы говорите, что я, допустим, жалуюсь, это мой канал, и я буду жаловаться, потому что я имею право пожаловаться, я живу в той жизни, в которой я живу, понимаете, и поэтому я жалуюсь на то, что я имею, я же не жалуюсь на вашу жизнь, я же не жалуюсь на то, что вы делаете или не делаете, но так как у меня своя жизнь, я, конечно, буду жаловаться вам на свою жизнь, да, мне трудно, да, у меня уже климакс, да, у меня уже щитовидка, у меня уже холестерин, у меня уже по здоровью не в порядке, я тоже с каждым годом не молодею, мои хорошие, поэтому мне тоже уже становится трудно всё делать, я хочу облегчить свою жизнь, и вам, мои хорошие, я желаю того же. Ну, с вами на этом я буду прощаться, я убираю из дома негатив, убираю негатив от ваших комментариев, я чищу своё пространство, очищаю своё сознание от вот этого негатива, советую вам сделать то же самое. Вот таким образом мы очищаем пространство, окуриваем все четыре угла в нашем доме.